Вот пройдет 10 лет, я по-любому спрашиваю у этого человека, ну все вышние они остались. Всем привет. Случилась потасовка. Вот как все это было. Камера, шо... Многие высказались, что это постанова. Стоп, снято. Вы че нас за пацанов держите? Они без камер хуже вытворяют. Да это хайп, скорее всего. Там же видно было, что Шавхал не добивал его снизу. Если бы на серьезке было бы, то он бил его жестко снизу, мне кажется. Постанова. Брат персидского дагестанца Шавхалу Али Хайбати прокомментировал поступок Шавхала. Этот униженный трус после того, как в крысу ударил моего брата, потом достал вот тот предмет от страха, чтобы перс не приблизился к нему. В том, что черт хал, трус, никто не сомневается. А еще не мужчина. Теперь дело за органами. МВД и ФСБ покажут раз и навсегда, что спорт это не зоопарк. И в Москве, и в России работает закон, заявил Али. А как вы думаете, друзья, это все по-серьезки? Плачет и звонит потом. Вот человек Чапалах и поджопник получил, ничего не делает и стоит. Плачет и звонит потом, блин. И надо газовать, если любым, вот так будет, если кто-то будет газовать. Ну, все очень рады с ним. Вот человек Чапалах, поджопник получил, ничего не делает. Лицом в лицо стоит, ничего не делает. Стоит. Рана нету, дерзость нету. Я уверен. Еще раз, друзья. Менеджер и брат Перса Алихи и Бати заявил, что будет писать заявление на Шавхала, чтобы тот отвечал по закону. Перс высказался о драке с Шавхалом. Боюсь только Всевышнего и перед Аллахом на коленях стою каждый день. Даже перед смертью на коленях не стою, а трусы были и будут. Знаете, почему я персидский лев? Потому что ко мне одному навстречу идут семь человек с боевым, сами понимаете, чем. Неважно, если я не смог дать отпор, зато я не сдался и они убежали. Этого достаточно. Добро победит зло. Вот вам, друзья, и поп ММА. Дальше Хейбати показал видео из зала после тренировки. Ну и еще реакции недовольных болельщиков. Это уже конкретно беспредел. Надо обязательно за это наказать, иначе все. Не жданул перса очень некрасиво, а попытка поставить на колени это борщ. Это не драка. Это нежданный удар сидящего человека, это очень некрасиво. Необходимо подписать петицию, чтобы придать больше огласки по данному персонажу. Передать видеоролики с датами и именами в Следственный комитет. Дисквалифицировать бойца со всех промоушенов. Лишить лицензии Лигу, если не сделает этого. Почувствовал себя безнаказанным? Наказать по всей строгости закона. А лучше на ковер, к Рамзану Ахматовичу. Ну и пошла реакция также в интернете. Чему, например, несколько часов назад на канале Асхаба Тамаева появилось видео при участии Шавхала. И зрители засыпали комментарии своими негодованиями. Как теперь будет действовать Шавхал, одному ему только известно. После всех этих событий с Персом Шавхал пал на глазах, потом еще за мужское качает, а сам газует. Позор! Шавхал, как мужчина, упал на глазах у фанатов. Думаю, его хайп теперь упадет за такие поступки. Асхаб зря поднимает таких людей, которые за деньги и хайп делают очень низкие поступки. Шавхал неправильно поступил с Персом, как крыса неожиданно ударил Перса. Шавхал думал хороший, кажется, и ошибся. Он показал себя, кем он есть. Уважаемый Рамзан Ахматович, прошу вас обратить внимание на Шавхала Чурчаева. Данный гражданин избивает людей в отелях толпой. Он приходит на подкасты с амином и пытается поставить именитых профбойцов на колени. Хотя первый его ударил на нашем деле. Также обратите внимание на его товарища Ильяса Якубова. Они вдвоем творят черное. Позорят честь и достоинство профессиональных бойцов ММА. А также не являются примером для молодого поколения. Спасибо большое. Пишите свою реакцию, друзья, что скажете про этот поступок. И до встречи в новых выпусках. Ставьте лайк, если видео было вам полезным. Будем следить за этой ситуацией. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok